Стюардесса Виолетта Тимошенко старший бортпроводник авиакомпании Transair В чем заключается ее работа, о чем мечтает и куда летает Все это в новом выпуске «Евромаг. Один день из жизни стюардессы» Я пришла работать бортпроводником, потому что очень давно хотела, с самого детства Класс, наверное, с 5-го, постоянно мечтала К сожалению, попасть сразу же не получилось, потому что я не прошла ЛЭД Но немного упорства, и через год все получилось Я пришла сразу работать бортпроводником, это было почти 5 лет назад От лета в 3 года обычным бортпроводником Я стала старшим бортпроводником и работаю в этой должности по настоящее время В обязанности бортпроводника входит, первое, это, конечно, обеспечение безопасности на борту водочного сумма Второе, это обслуживание пассажиров И третье, это взаимодействие с коленами Стать стюардессой совсем непросто Для этого нужно пройти конкурсный отбор и трехмесячное обучение в авиационном учебном центре авиакомпании Где молодые люди и девушки проходят аварийно-спасательную подготовку, обучение этикету, оказанию первой медицинской помощи и другим тонкостям профессии Кроме того, девушек учат правильно носить макияж и делать прическу Чтобы прийти в ней в шампанию и стать бортпроводником, нужно, чтобы тебе будет 20 лет Нужно знать английский тык на достаточном уровне, есть определенные требования к росту и к размеру одежды Далее, придя на собеседование, психолог текст определяет на стрессоустойчивость и на уникабельность Если кандидат соответствует всем этим требованиям, он садится на обучение в авиационный учебный центр, принадлежащий авиакомпании Трансайро В конце спустя 3 месяца он выпускается в выполнение стажёрских полетов в качестве бортпроводника, службы и бортпроводника авиакомпании Трансайро Придя на работу в авиакомпанию, господин penal дедушке и молодому человеку присылаетесь в должность бортпроводника стажёр Летая сложное время, он становится бортпроводником Далее, есть возможность стать бортпроводником старшим, работающим в бизнесмассе, работающим в авиакомпании За 2 часа до рейса проводится префинг экипажа, на котором распределяются обязанности каждого бортпроводника. Кто-то отвечает за прием питания, кто-то за багаж, кто-то за двери. Уже на борту они должны проверить аварийно-спасательное оборудование и проконтролировать подготовку салона Волтушного судна к приему пассажиров. Когда говоришь, например, что ты летишь сегодня в Париж или Лондон, многие считают, что ты останешься там в неделю, на 2 или больше. На самом деле это неправда. Все зависит от длины рейса. Если рейс короткий, например, меньше 6 часов, ну, как правило, 4-3 часа, то мы летим туда и, правда, такие рейсы называются разворотными. То есть ты проводишь время в Париже, в аэропорту, в самолете примерно час. А есть рейсы эстафетные. Рейсы, как правило, более 6 часов. Прилетаешь в страну и остаешься там в неделю, на 2 или больше. Все зависит от расписания рейса. Например, по разным направлениям. Доминикана, Бали, Мальдивы. Прилетим на эстафету, в первую очередь, конечно, мы отдыхаем после длительного рейса. А дальше, если есть возможность, посещаем экскурсии, разные беспилучательности, места. Если это жаркая страна, есть, конечно, возможность сходить на пляж и просто полежать на побережье. Если это город, такой, как Нью-Йорк, есть возможность сходить по магазинам. Конечно, некоторые предпочитают шопинг. Когда люди узнают, что я стюардесса, в первую очередь, конечно, они удивляются, восхищаются, задают множество вопросов. Частые вопросы, которые люди задают, это, конечно, не боишься ли ты летать, как долго ты летаешь, считается ли тебе работа, и как долго ты можешь оставаться на эстафете в какой-нибудь жаркой стране, в курорции. Очень интересный захватывающий для них. Моя подруга этого съехала с рейси, и в метро держать за поручень. Ряд настоящий мальчик с мамой, примерно 5 лет. Очень долго на нее смотрела, очень внимательно рассматривала, рассматривала, а потом увидев птичку на кармане ее, смотрела-смотрела, потом вернула маму за руку, сказала на весь вагон очень громко, «Мама, смотри, живая стюардесса!» Когда у меня начинается отпуск, в первую очередь, конечно, мне хочется провести дом и с семьей. Очень летно, когда возникает желание полететь куда-нибудь, где-нибудь отдохнуть. У меня не завязывалось отношение на работе и на рейсах. Но я знаю, что мои коллеги, некоторые познакомились на рейсах, встречаются сейчас у них семьи, дети. Это и коллеги, отношения с коллегами, и также отношения с пассажирами, конечно. Не разрешается на рейсе, когда знакомятся, нет для телефона, ничего. Но иногда пассажиры после рейса встречают стюардесса в аэропорту, в аэрозальном комплексе, с цветами, уже подготовившись, конфетами, знакомятся. Там девушки, мне так понравились, ищут вас возможные способы. В социальных сетях, например, тоже есть возможность понравившейся стюардессу найти и по имени, и по имени, и по имени. Это нужно оставлять в публику. Мужчины, проявляющие симпатию, конечно, есть. А поподник, все зависит от тебя, насколько ты принимаешь в каждом дне или нет. Ну, если честно, строить взаимоотношения на нашей работе возможно, конечно, если человек понимает себя и поддерживает себя. В данный момент меня устраивает работа для компании. Мне нравится работать с стюардессой, но в будущем, если возникнет необходимость, у меня есть возможность, как и у других. Убор проводников, перейти в наземный департамент. Причем я выбрала эту профессию, летать я, конечно, не боялась. Ты ведь осознанная, ибо ты боишься непонятно. Если это твоя работа, то страха не должно никакого быть. Если ко мне обращаются пассажиры на парк, то в дальнейшей аэрофории, в первую очередь, я прохожу к гимному, прощу его расслабиться. На выдыхе задержать дыхание на 5-6 секунд. Это помогает снижать у меня три налива в тегу, а также помогает расслабить мышцы. После этой дыхательной гимнастики он свободно может в адекватном выслеть и говорить со мной. Я не стараюсь объяснить ничего страшного в этом гимнете, и что полет пробил благополучно. Походясь в отпуске, не летая долгое время, не короткое время, очень начинаешь скучать по самолёту, очень начинаешь скучать по небу. Ходишь по земле, смотришь на пролетающие дни по самолёту. Сердце ёкает, хочется вновь ощутить, это чувство полёта, чувство свободы, чувство расслабленности, чувство того, что ты находишься в небе. Рекомендую вам попробовать полиграть. Встретимся на рейсах авиакомпании Трансайра. Субтитры подогнал «Симон»